Своего жениха с ипотекой она ласково называла суженой. Может к счастью, а может наоборот, но теперь банки стали выдавать меньше ипотечных кредитов. Первые два места по объему выдачи ипотеки заняли два крупнейших госбанка Сбербанк и ВТБ-24, которые выдали соответственно 304 и 72 с половиной миллиарда рублей. На третье место переместился специализированный ипотечный банк Дельта Кредит. Замыкают пятерку лидеров Банк Москвы и Россельхозбанк. Последний выдал ипотечных кредитов лишь на 9,3 миллиарда рублей. Аналитики компании Русипотека подсчитали, что по всем банкам из пятерки лидеров объем ипотеки значительно снизился, а в целом по рынку ипотечного кредитования снижение у различных банков составило от 13 до 73%. Если дело пойдет дальше такими темпами, то желающие взять ипотеку начнут грабить банки. Собственники жилья судятся с компанией «Трансгруз», которая не может начать застройку в историческом центре. В прошлом году застройщик получил право застройки двух территорий в историческом центре Самары. Один участок на улице Пушкина, второй в границах улиц Ленинской, Маяковского, Пушкина и Ярмарочной. Но компания не может начать стройку из-за сохранившихся прав собственности на уже снесенные дома. Начиная с января текущего года «Трансгруз» подал в Ленинский районный суд Самары девять исков к частным лицам. Исками застройщик пытается прекратить право собственности физлиц на уже снесенные дома. Четыре иска компании к частным лицам уже удовлетворены судом. На заседании еще по двум собственным искам представители «Трансгруза» не явились, в связи с чем они оставлены судом без рассмотрения. Пилотов латвийской авиакомпании «Эрбалтик» уличили в употреблении алкоголя перед вылетом. Инцидент произошел в Осло. Экипаж сняли с рейса и провели разбирательство. Все фигуранты дела получили реальные сроки. Второй пилот осужден на полгода, а две стюардессы будут отбывать наказание 45 и 60 дней. Больше всего алкоголя в крови было обнаружено у второго пилота 1,35 промилле, что соответствует средней степени опьянения. Суд над командиром экипажа, который тоже был пьян, состоится 17 сентября. На борту лайнера, по данным авиакомпании, находилось 109 пассажиров. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1673 пункта. Аутсайдеры – Мечел, Мвидео, Роснефть, ФКБ Открытие и Солерс. Среди лидеров роста – полюс золота, Русал, Полиметалл и Мегафон. К открытию торгов в России сложился негативный внешний фон. Американские и европейские площадки закрылись в минусе, по-прежнему опасаясь ослабления экономики Китая. Опубликованные вчера итоги заседания ФРС США, показали отсутствие консенсуса относительно сроков повышения процентных ставок. Нефтяные котировки обновили годовые минимумы и продолжают снижение под влиянием разочаровывающей статистики по запасам нефти в США. По мнению аналитиков, стоит быть готовым к дальнейшему снижению черного золота. Курс доллара на 20 августа – 65,75 рубля. Курс евро – 72,70 рубля. Золот стоит 2373 рубля за грамм. Серебро стоит 31,36 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 46 долларов 90 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.